Все новое, хорошо забытое, старое. Сегодня кабинет зубного врача в школе – необходимость. Дети будут проходить диспансеризацию, не покидая учебного заведения. Рядом открыт кабинет педиатра, где установлено оборудование для антропометрических исследований. В перспективе поставить кардиограф. Также в планах открыть кабинет офтальмолога. В целом у нас будет такой законченный цикл первичной медицинской помощи. Мы получили большие помещения, хороший ремонт, очень все достойно. И сама школа, сама гимназия, она с завышенной планкой по качеству образования и, безусловно, по условиям. Поэтому я остался очень доволен. Мы вложили и средства, и свои силы в очень правильное дело, в нужное помещение и получили хорошее результат. Оборудовать кабинет и укомплектовать штат специалистами – все это помогло сделать руководство Одинцовской центральной районной больницы. Причем гимназия подключена к общей медицинской базе. Педиатр в школе сможет записать ученика к любому врачу или лечебное учреждение района. Мы планируем здесь проводить, безусловно, полный объем профилактических осмотров деток и, конечно, работа прививочного кабинета. И стоматология, ну это вообще святой кабинет, мы его все боимся, но тем не менее у нас такой очень хороший доктор Айболит. Я думаю, что сегодня его все увидят, да. По штатному расписанию это 0,5 ставки. Врача он будет принимать 2 или 3 раза в неделю. Мы посмотрим, какой у нас будет поток пациентов. Это и профилактические осмотры, и, безусловно, лечение, которое, возможно, будет в этих условиях. Страх перед стоматологами уходит в прошлое. Ученики гимназии признались, что уже не боятся лечить зубы. Главное для них – это здоровье без кариеса. Не бойтесь стоматологов, чистите зубы, приходите на приемы, и они у вас будут здоровы. Чистить зубы надо для того, чтобы не завелся кариес в зубах. Ну, я думаю, врача бояться не надо, и зубы чистить надо. Также Андрей Иванов осмотрел в гимназии ход ремонтных работ и посетил новый кабинет информатики. Здесь полностью заменено оборудование, установлены компьютеры нового поколения. Дети занимаются разработкой своих проектов по улучшению не только родной школы, но и городской среды. Дети сделали проект, своими глазами оценили ситуацию и выбрали то, попытались выбрать то, что им не хватает на прилегающих школе территорий. Это, безусловно, спортивная площадка, хоккейная коробка, это фонтан, это зона отдыха, где бы дети могли получать психологическую разгрузку. Такие точки притяжения, как мы их называем в современном городостроении. И, конечно же, мы все это будем учитывать. Я предложил до апреля определиться с лучшими проектами, провести среди школьников, старших классов некий конкурс, эти проекты выбрать. И потом совместно с главным архитектором, с нашим строительным блоком уже четко сформировать техническое задание для нас, что необходимо сделать с точки зрения благоустройства здесь за летний период. Открытие стоматологического кабинета в гимназии – это пока только первый опыт. В планах растиражировать его по всем школам района. Ведь здоровье детей на сегодня – это приоритетная задача. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».